На страже порядка всегда, и днем, и ночью, в любое время года и при любых погодных условиях. Вот уже 28 лет сотрудники отрядов мобильных особого назначения, проще говоря, ОМОНа, охраняют жизнь и спокойствие граждан. 3 октября ОМОНовцы отмечают профессиональный праздник. Для сотрудников ОМОН это праздник доблести, праздник отваги и праздник чести. Потому что сотрудники ОМОН, они всегда на передовых рубежах борьбы с преступностью. Преступность не дремлет и в военное, и в мирное время. Поэтому сотрудники ОМОНа всегда на чеку и в полной боевой готовности. Свой профессионализм они уже доказали. ОМОН «Зубр», который базируется в Щелкове-7, известен далеко за пределами района. Там, где появляются бойцы, люди точно знают, что будут в безопасности. Задачи ОМОНовцев весьма широки и ответственны. От обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприятий до задержания особо опасных преступников и участия в вооруженных конфликтах. В профессиональный праздник личный состав принимал поздравления и благодарности за свой нелегкий труд. Вы как столб и как защитник нашей Родины. Крепкого вам здоровья и удачи. Самое основное для нас, я всегда вам говорю, это сберечь имя отряда и всегда его только приумножать и поднимать выше. Всем здоровья, благополучия, удачи. На торжественной церемонии поздравили ветеранов службы и отметили особо отличившихся сотрудников ОМОНа. Они не просто работают, а они служат отчизне, отдавая ей много времени, сил, а порой и жизнь. На торжественной церемонии почтили память тех, кто погиб, выполняя служебный долг. ОМОНовцы признаются, чтобы служить в отряде, надо постоянно работать над собой. Все сотрудники проходят специальную физическую и психологическую подготовку. Наши сотрудники все морально-психологически подготовлены и к любому стрессу и любой командировке тут может всякое случиться. Два часа на сборы и улетаем в другой город. И никакого там слова «я не хочу» такого здесь нет. Бойцы ОМОНа продолжают выполнять свой служебный долг, рискуют жизнями ради благополучия общества и надеются, что со временем работы особого назначения у них станет меньше. Дарья Снегова, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково».